Автор ведущей программы «Танцы всегда» Светлана Мишина и мой сегодняшний гость Арсен Агамалян, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, актер, хореограф. Здравствуйте, Арсен. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо, что пригласили меня к вам. Арсен, вы родом с Кавказа, из Нагорного Карабаха. Как мы все знаем, там очень строгие традиции, в том числе в воспитании детей. Ваши родители поддерживали вас в вашем желании танцевать? Или все-таки прочили вам другую судьбу? Ну, конечно, они прочили мне другую судьбу. Мой папа работал, это был Советский Союз, он работал в Комсомоле. И с детства мне говорили о том, что я должен поступить МГИМО. Тогда в Советском Союзе это был очень такой серьезный вуз, как и сейчас. Умничный вуз. Лучший вуз, да. Вот только туда, потому что папа был одним из главных людей в Комсомоле. Но, к сожалению, 89-90, 91-92 год, это война в Нагорном Карабахе. Бомбежки, нахождение бомбоубежища. К сожалению, у меня там умер маленький мой братик. Так получилось, что скоро помощь просто не доехала до нашего дома. И в 92-м году, когда был взят один из населенных пунктов, появилась возможность выехать. И моя мама сказала, все, она у меня по национальности русская. Она сказала, что все, я уезжаю в Москву. Она взяла всех нас, наши дети, нас трое, и уехала в Москву. Я очень благодарен, кстати говоря, моему папе. Он был уверен, что он вернется через пару недель. Через пару недель она сказала, Гарик, так звали моего папу, если ты хочешь, ты возвращайся, я не уеду. И мой папа встал перед тяжелым выбором, что делать. Возвращаться один туда или остаться со мной, с мамой. Я очень благодарен ему, что он выбрал нас. Он нас воспитал, как бы ни было тяжело. После Москвы он приехал в город Тверь, где, чтобы вы понимали, он на тот момент был начальником милиции в Карабахе. А в Тверь он начал свою карьеру с участкового, прямо вот с самых низов. С нуля. Да, в 36 лет пришлось ему и май. Моя мама пошла работать в детском садике нянечкой. Мы жили в однокомнатной, я помню, каком-то общежитии. Такие, знаете, какие-то странные. Одна комната, нас пять человек. Но постепенно папа выправил ситуацию. Я стал учиться в одной из лучших школ города Твери. И, как вы понимаете, конечно, в никаких танцах вообще разговора не могу. Там, в Карабахе, я танцевал. Народные танцы, эстрадные. В Советском Союзе было при каждом ДК. Да, хореографические. Да, вот я там танцевал. Года три-четыре я танцевал. Были очень хорошие у меня там данные. Но приехал, естественно, в Твери. Во время войны это все было невозможно. И когда в 16 лет вдруг я решил заняться бальными танцами, я увидел впервые в жизни бальный танец. Для меня это было просто что-то нереальное. Я увидел впервые, как мальчик-девочка вот так вот перекидывает, вот так вот он танцует. И я... Вот такого я никогда не видел. На Гором Карабахе их вообще не было. От слова статьи я даже не знал, что так можно танцевать с девочкой. И я влюбился в это. Я до сих пор, у меня в глазах стоит этот танец. Я влюбился, начал танцевать. Конечно же, мой папа, моя мама, все были, конечно же, против. Кстати, единственный сын, Надежда, все. Папа стал у меня начальником в городе Твери милиции. Естественно, кем он должен быть? Конечно, милиционером. Должен быть юристом. Юристом, конечно же. Конечно же. Да, я более того скажу, я в итоге поступил на юридический. Ну, как поступил? Он сделал так, что я поступил на юридический. Когда меня отчисляли через полгода, через год, он делал так, что меня возвращали обратно. Он имел такой, уже на тот момент, такой достаточно влиятельный человек был. Ну, неважно. А я все танцевал, танцевал, танцевал. Мне ничего не хотелось, кроме танца. Ничего, кроме танца. Это, кстати говоря, тоже очень важно понять родителям. Может быть, стоит все-таки потратить время ребенка и дать ребенка туда, к чему он способен. Прислушиваться к желанию ребенка. Когда мне было 28 лет, я пришел поступать в ГИТИС. Я поступил в ГИТИС, чтобы вы понимали, поступил на бюджет. Я когда пришел, сказал папе об этом, никто в это не верил. Все говорят, ну, это же невозможно, надо же только по блату, по знакомству, кто-то и так далее. Я поступил на бюджет на режиссера. Также, кстати, я учился сейчас в Щукинском театральном. Потому что это мое. Когда меня спрашивают, а тяжело ли там? Я не понимаю, что такое тяжело, потому что мне было... Вот на юридическом мне было тяжело. Но я в итоге все-таки завершил. Принес диплом папе, принес диплом маме. Но не работал ни одного угодно в профессии. Арсен, ваша пара, она вообще очень нестандартная для латины. Вот вы мне сейчас рассказали, что вы пришли в танцы в 16 лет, когда обычно все-таки тренируются с более раннего возраста. И плюс я еще знаю, что Оксана работает. И ее профессия не связана с танцами. Она работает врачом, в клинике. И это тоже очень удивительно для бальных танцев. Потому что в бальных танцах обычно люди, оба и партнер, и партнерша, посвящают себя и карьеру именно танцам. Только одному. Как вам удавалось совмещать то, что Оксана работает на своей основной работе, и еще плюс тренироваться, плюс ездить куда-то на какие-то турниры. Да-да, показательное огромное количество. Я вам скажу, мне кажется, Светлана, что это просто вы, женщины, такие уникальные. Я, когда концентрируюсь на чем-то одном, я не могу отвлечься. У вас как-то получается, значит, и красный диплом... Вы же тоже с красным дипломом человек сидит перед нами. Оксана начала танцевать, как и все. Она начала танцевать в 5 лет. Ее привели родители. Потрясающий танцор. Вот это стандартная практика. Да, я когда с ней встал в пару, она там четвертый стандартный чемпионат России. У нее потрясающая координация. Все замечательно. Она закончила школу с золотой медалью. Она поступила в Тверскую медицинскую академию. Закончила ее с красным дипломом. И настал момент, когда родители сказали, ну, может быть, пора выбирать Оксану. Дело в том, что как только она закончила медицинскую академию, ее сразу взяли на стажировку в Австрию, в Вену. Вот если бы тогда бы она выбрала одну профессию, мы бы или не знали бы ее как чемпионку мира, ее афиши не висели бы в театре Геликон-Опера, не шли бы ее спектакли. Или она не имела бы вот сотни, реально, сотни благодарных пациентов. Я все время говорю, что мне очень тяжело было, когда она училась в Австрии, потому что она к восьми утра шла на учебу до шести вечера. У меня был очень тяжелый день. Мне надо было идти в Бельведер в музей, в Альбертину, значит, гулять. Я, конечно, шучу. В шесть она заканчивала учиться. И мы шли танцевать. Иногда, когда Оксана говорила, что Арсен, ну, наверное, я уже натанцевалась. И вдруг она видела, что я хочу еще выйти. Ну, последний чемпионат мира мы так выиграли. Оксана родила. И через восемь месяцев она пришла в потрясающую форму. И мы вышли на второй чемпионат мира. Я уже запуталась. Я присутствовала на этом чемпионате мира. Он проходил в рамках очень красивого турнира «Осенняя Москва», который делает Сергей Рюмпин. Туда пригласили оркестр из Англии. Это был такой зал, где вы настолько потрясающе смотрелись. И мы, как зрители, мы знали, что Оксана родила вот восемь месяцев назад. То есть мы, сидя со зрительных мест, мы просто смотрели, открыв рот. Потому что мы, как женщины, знаем, что такое родить ребенка. И что такое возвращаться в форму и прийти в себя. Мне кажется, это вы женщины. Вот, ну, правда. Мне кажется, я бы уже плюнул бы, простите. Я бы уже занялся чем-то одним. А у нее вот и это, и это. И ей важно, чтобы все развивалось. То есть сейчас она находится в декрете. У нас родился второй ребенок. Но я говорю, Оксана, она говорит, ну, сейчас я буду выходить на работу. И я присяду, думаю, так. В Геликоне спектакле. Ну, слава богу, исчезли соревнования. Уже нет. Потому что раньше это было прям вот... Ну, как-то справлялись слушать. Оксана удивительный человек. Дорогие телезрители, хочу сказать, когда я приглашала Арсена на программу, для меня это пара о том, что невозможное возможно. И думаю, что не только благодаря тому, что Оксана такая, как вы говорите, молодец, я думаю, здесь важны двое. Конечно. Если бы не было вас, то, может быть, у Оксаны тоже не было бы такого какого-то желания и посыла не бросать свое начатое дело. И, может быть, она сейчас просто была бы счастлива в своей медицинской деятельности. Поэтому всегда важны двое. Важна именно пара. В вальных танцах это особенно важно. Арсен, я знаю, что вы, кроме того, что вы танцор, хореограф, вы еще и актер, вот актерская профессия. Вот сейчас вы больше танцор или актер? И помогает ли как-то актерская профессия, образование актерское в вашей танцевальной карьере? Либо, наоборот, танцевальная помогает? Ну, я вам скажу так, что когда я закончил ГИТИС, это был 2010 год, я в тот момент с Балями и Танцами решил завязать. Но, наверное, повезло. Все, что мне предлагалось, когда мы ходили в кино, это играть, значит, или таксистов, или людей на рынке. Или где-то. Я для себя как-то решил... То есть стереотипы, да? Ну, какие-то, да, такая история. Возможно, надо было чуть-чуть дожать, чтобы прорваться, сделать. Но я как-то не пошел. Мне было это не очень интересно, потому что в ГИТИСе на сцене я играл другие какие-то вещи. И я в тот момент начал опять тренироваться, танцевать. И Михаил Борисович Борисов, царство ему небесное, мой мастер, у которого я учился в ГИТИСе, в Российской Академии Театрального Искусства, заведующий кафедрой факультета эстрады, прекрасный, мой любимый учитель, педагог, мой второй папа. Он как раз предложил совместить театральную систему с бальными танцами. Ну, ваше шоу – это действительно такие маленькие истории, даже большие истории. Это действительно спектакль, который очень насыщенный, концентрированный, и ощущение, что за эти три минуты вы проживаете просто целую жизнь. Да, да. Потом я, как вы знаете, сейчас закончил Шуйкинский театральный институт как театральный режиссер. Ну, посмотрим. Сейчас я и спектакли ставлю, и с вами буду ставить спектакль в «Геликон-опера». Дорогие телезрители, Арсен также еще играет в театре, в спектакле «Адама и Ева», театр «Геликон-опера». Для меня это очень важно, потому что, Арсен, мне всегда было очень обидно, что бальные танцы вообще очень мало видны зрителям. Когда вот я была маленькой девочкой, бальные танцы показывали по телевизору. И я сама смотрела по телевизору, вот конкурс, это было настолько красиво и ярко. Сейчас бальные танцы – это какой-то параллельный мир. Вот он где-то там есть, но зрители его не видят. К сожалению, да. Очень радостно было, что в спектакле вы постарались соединить именно актерское мастерство, игру, с бальными танцами. Вот расскажите, что для вас этот спектакль и почему такое название? Ой, для меня этот спектакль – это такая исповедь, знаете. Во-первых, его ставил когда-то мой мастер в ГИТИСе, Михаил Борисович Борисов. Зрителям он знаком по передаче «Русская лото». Нам он знаком как заведующий кафедры Щуркинского театрального института и, соответственно, ГИТИСа, где я учился, был, он меня преподавал режиссуру. Вот он предложил вот так объединить, соединить танец и театр. А я как-то раз пришел к нему, сказал, Михаил Борисович, у меня появилась идея, что если мы все наши номера станцуем и соединим их стихами? И вот у нас появился такой синтез бального танца, драматургии с таким сквозным сюжетом, поэзией. Спектакль, который называется «Адам и Еву. Жизнь после рая». Я хочу вам сказать, что этот спектакль был впервые. В Москве мы его показали в театре Вахтангова. Была или есть такая премия Юрия Петровича Любимова «Высота». И его вдова Катарина Любимова как-то раз пригласила нас. А там как? Вот награждаются, ну, как обычно, лауреаты. И после им показывают спектакль. Обычно так идет в театре Вахтангова. Им показывался спектакль Римаса Туменоса. И тут, это была пятая юбилейная премия, поговорили с Римасом. Катарина сказала, я хочу пригласить ребят. И он сказал, прекрасно, давайте мы это объединим. Любимов очень любил танцы. Очень. А в обиду артистам будет сказано, что он считал танцоров. Он говорит, что они пашут. Такие пахари. А артисты, он считал, ленивыми, не буду называть. Но Юрий Петрович был очень специфический. Такой человек, режиссер. И на этой премии показали спектакль в театре Вахтангова. Вот этот. При такой потрясающей публике. И Бертман, Дмитрий Александрович, художественный руководитель Геликон-опера, сказал, давайте к нам. Представляете? И в репертуаре Геликон-опера появился спектакль Адам и Евы «Жизнь после рая». Мы его, кстати, будем говорить 6 декабря. Его можно найти в афишу. Он будет в феврале у нас идти. Мы рассказываем историю падения Адама и Евы вот с того времени, от зарождения до наших времен. Давайте мы показываем историю деградации отношений мужчины и женщины. Как она все хуже, 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 хуже. Это может быть очень грустно. Это очень грустно. Но, слава богу, в конце мы очищаемся. И я не буду рассказывать финальную, что в финале происходит. Кэппиэт будет? Конечно. А другого да, да. То есть, конечно, мы всегда с вами надежду. Слушайте, я заканчивал Щукинский театральный институт, вообще и Борисов тоже щукинец. В режиссуре Щукинского театрального института самое главное, зрителям надо всегда оставлять надежду. И Адам и Евы это спектакль в такой гротес, конечно. Это танец. И это, конечно, спектакль надежды. Там звучат стихи Бродского, там звучит Блок Евтушенко, там звучит проза Марк Твен, там звучит, я не знаю, стихи из Библии. Мы танцуем все наши номера, с которыми мы стали чемпионом мира, чемпионом Европы. Я так благодарен Богу за то, что в моей жизни есть этот спектакль. Арсен, расскажите, пожалуйста, еще про ваш новый проект. В декабре также в театре Геликон-опера, в этом легендарном театре с удовольствием выходит спектакль «Рождественский бал». Да, с удовольствием расскажу, потому что Светлана, наша прекрасная ведущая, участвует в этом спектакле. Это такая история, «Рождественный бал» о женщинах, которые добились успеха в своих профессиях, которые добились в бизнесе, в семье. Вот, пожалуйста, сидит яркий представитель, сейчас со мной общается, добивший успеха, которые при этом начали танцевать недавно, не с детства, которые начали воплощать свою мечту в танце. И мы хотим рассказать, сказать, что вот, смотрите, вы можете быть абсолютно разных профессий, вы можете быть юристами, экономистами, врачами, вы можете быть мамами пятерых детей. И однажды прийти в зал и начать танцевать. Мы хотим показать людей, которые влюблены в тот вид деятельности, в который влюблен я, которым я посвятил свою жизнь. Вот я хочу на Рождественском бале рассказывать о вас, Света, о людях, которые продвигают и рассказывают о танцах. Дорогие друзья, мы хотим сделать вам подарок. Разыграть два билета на спектакль «Рождественский бал» в Театре Геликонопера 19 декабря. На экране вы видите QR-код. Переходите по нему в YouTube, оставьте любое пожелание или комментарий, и генератор случайных чисел выберет двух счастливчиков. Удачи! Арсен, обратитесь, пожалуйста, к нашим телезрителям. И хотелось бы, чтобы вы их смотивировали, может быть, начать танцевать, может быть, просто задуматься об этом прекрасном виде спорта. Дорогие зрители, когда-то танцы изменили всю мою жизнь. Это не значит, что если вдруг вы придете в танцы, они поменяют всю вашу жизнь. Это не значит, что вам нужно сейчас срочно бросить все и поменять свою жизнь. У вас все прекрасно, я уверен, в жизни. Но танец это то, что может вам дать совершенно другое мышление. Если вы занимаетесь бизнесом, если вы занимаетесь, я не знаю, экономикой, вы юристы или врачи, поверьте, другое полушарие, когда начинает работать, когда вы начинаете танцевать, поможет вам стать еще более успешным, креативным в своих профессиях. Я уже не говорю о том, что это прекрасная замена и фитнесу, и физкультуры, и калорий вы потратите в разы больше. Я все вообще родителям говорю еще, приводите детей танцевать. Приводите мальчиков танцевать. Мальчик должен обязательно танцевать, потому что в бальных танцах он сможет научиться отвечать за женщину, за девочку с детства. То есть, он должен понимать, как ее вести, как ее охранять, что с ней делать, как с ней договариваться с детства. Приводите мальчиков, воверь, танцевать, и девочек, если вам кажется, что они не талантливы. Потому что, может быть, для не талантливого ребенка, для плохо скоординирования, это гораздо лучше. Потому что это разовьет его. Это одно из самых лучших, что может быть. Это бальный танец для вашего ребенка. Я обратился к зрителям, но мне кажется, правильнее будет, чтобы, Света, вы обратились. Потому что вы же начали заниматься танцами не с детства точно. Скажите, а что позитивно? Да, у меня спрашивают, что позитивно. А что позитивно? Вот вы сидите, красивая, сильная, физически такая. Скажите мне просто, что хорошего, позитивного в бальном танце? Вот вы начали заниматься. Мое желание, чтобы все люди начали танцевать. Потому что, ну, во-первых, это была моя мечта с детства, мне очень хотелось. Но когда я выросла, мне казалось, что, ну, куда я пойду? Это же надо найти какого-то дяденьку, который с нуля, как вот дети со мной, будет танцевать. Такая система школ и клубов, она почему-то не очень известна вообще среди населения, что можно прийти в танцевальную школу или в танцевальный клуб. И так же, как в фитнес-клубе занимаюсь там с инструктором, так же я могу заниматься с профессиональным танцором, который учит меня танцевать. И когда я только пришла в танцы, мне казалось, что, ну, вот два раза в неделю я буду ходить для себя, для тонуса. Но потом, когда ты узнаешь, что есть специальные турниры для таких взрослых людей, которые вот тоже могут подготовиться к турниру, выйти на соревнования, это очень тебя захватывает, появляется мотивация, стимул развиваться. И ты смотришь на видео, кажется, неужели это я? Вообще невозможно поверить. Поэтому танцы приносят очень много удовольствия от того, что ты вдруг во взрослом возрасте начал с нуля какую-то новую деятельность, которой вообще сложно как-то взрослым людям вдруг оказаться какими-то начинашками. И для меня очень большое удовольствие, когда я танцую на турнире, и ко мне подходят зрители и говорят, что, вы знаете, мы никогда не думали о танцах, мы просто вот зашли посмотреть. И когда они потом приходят в танцевальный зал и пишут мне, Светлана, мы, посмотрев на вас, мы вдохновились и начали танцевать, это очень большое счастье, что люди видят, как это прекрасно. Дорогие друзья, ну а наша передача подошла к концу. С вами была автор и ведущая программы «Танцы всегда» Светлана Мишина и мой гость, чемпион мира по бальным танцам Арсена Гамалян. Для которого танцы всегда. Светлана, спасибо большое, что пригласили меня. Для меня это был очень приятный разговор. Спасибо, что пришли. Ну а с вами мы увидимся в следующих передачах. Дэнс Продолжение следует... Продолжение следует...